В Кировской области резко упала потребность в общественном транспорте, а общественники предложили сокращать количество маршрутов общественного транспорта на этой волне. Подробнее об этой и других новостях далее в нашей традиционной рубрике короткой строкой. Движение на Октябрьском проспекте у Кировского цирка было временно остановлено из-за подозрительного предмета. На место приехали спасатели, медики, полицейские и ОМОН. После того, как специалисты поняли, что в сумке находится продукт, движение было восстановлено. Напомним, несколькими днями ранее большая пробка образовалась и на улице Производственной. Движение там было остановлено тоже по причине найденного подозрительного предмета. В Кировской области резко упала потребность в общественном транспорте. Кировстад сообщил, что за один год пассажиропоток снизился на 2 миллиона человек, а вот количество автобусов тем временем немного увеличилось. Специалисты допустили, что предпочтения кировчан переместились в сторону личных авто. Кстати, накануне общественные активисты уже предложили сократить количество маршрутов общественного транспорта. Идея пока осталась без ответа со стороны городской администрации. Обновленный ботанический сад откроется до конца июля. Об этом объявил директор сада Всеволод Езимов. В данный момент на территории восстанавливаются водоемы и ремонтируются дорожки. За два последних года ботанический сад получил около 15 миллионов рублей на реконструкцию. Открыться после ремонта он должен был еще в мае, но из-за погоды сроки сдвинулись на конец июля. Новая сцена на площади должна появиться к осени. Начальник городского управления строительства сообщил, что для проведения конкурса по поиску подрядчика уже все готово. Говорится, что проект сцены новый. Объект на этот раз будет содержать защиту от ветра и снега. Напомним, контракт с прошлым подрядчиком был расторгнут в апреле из-за того, что фирма не смогла построить то, что требовалось за 1 миллион 700 тысяч рублей.